так но пока присоединяются у нас всем здравствуйте сегодня в прямом эфире с вами буду я будем работать гелями здравствуйте меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей и творческий партнер компании эми вот и сегодня мы с вами как раз вот сейчас тему скажу мы с вами будем работать композитным гелем техника называется техника свободного края ее называют запечатывание свободного края кто-то ее называет ниточной техникой мы сейчас с вами посмотрим в деле чем же будем работать расскажу и как делать эту технику и на какие ногти это самое главное вот я уже подготовила два ноготочка я буду показывать сегодня сразу два почему потому что у нас еще есть маленькая такая подтема очень актуально сейчас сезон свадеб начался и я думаю что будет полезно посмотреть чем же можно удивить наших невест и вообще какая у нас сейчас моды на свадебный маникюр поэтому мы с вами сегодня будем работать композитным гелем техники восстановления запечатывания свободного края плюс свадебный маникюр так всем здравствуйте ну что же смотрите у нас свадебный маникюр он конечно может быть совершенно разный если несколько лет назад это был только французский маникюр в основном до классика считалось свадебным маникюром то сейчас кто на что гораст на самом деле потому что дело вкуса сейчас у нас скажем так может быть самый самый простой маникюр тоже считаться свадебным например аля натурель или голые ногти да и разновидностей голых ногтей у нас тоже сейчас очень много соответственно можно фантазировать сколько угодно также у нас есть еще цвета которые подходят под свадебный маникюр целая линейка кстати у нас есть именно так и называется свадебная коллекция три из них самых любимых моих которые у меня есть наличие для моих девочек я вам покажу вот и также покажу как рисую французский маникюр ну что давайте мы с вами приступим уже к практике не будем долго сегодня разговаривать так сейчас опущу ну что же прежде всего сейчас покажу чем мы будем с вами работать если говорить о технике запечатание свободного края то у нас непосредственно для этой техники есть натурал композит всем известный это не новинка это очень такой старенький гель который палочка-выручалочка вот но также я очень люблю еще гель желе сейчас объясню почему смотрите у нас натурал композит это жесткий не самовыравнивающийся гель вот такого оттенка ну кто-то с ним знаком кто-то нет считается что это скажем так цвет натурального ногтя здорового натурального ногтя вот сейчас натуральные ногти они ну совершенно разные оттенка бывают добывают белесые бывают с розовинкой и я мешаю натурал композит с желе это тоже по свойствам точно такой же гель оттенок у него только уже розовый здравствуйте кстати меня хорошо слышно видно напишите мне пожалуйста а то я такая уже начала разговаривать с вами общаться а вдруг меня плохо слышно все отлично спасибо вот и я очень люблю вот эти два оттенка смешивать один к одному либо в других немножечко пропорциях почему потому что у нас камуфлирующих гели очень много и если мы возьмем какой-то очень светлый камуфляж да под наш маникюр то скорее всего композитный гель из-за того что он вот такой желтоватый он будет слегка желтить свободный край и это будет видно если например девушка захочет именно аля натурель оставить вот если например я буду пользоваться только желе то он наоборот слишком розовый и под светлыми будет сильно темным соответственно я их смешиваю получаю тот оттенок который мне нужен для свободного края по тот или иной цвет камуфляжа вот по свойствам это жесткие гели не самовыравнивающиеся они идеально подходят в техники ниточной для запечатывания свободного края или для реставрации почему потому что у них сейчас я вам покажу особенность чем они отличаются от других гелей желе или там как их еще называют гели суфле смотрите основное на что мы должны обращать внимание это когда мы с вами вытягиваем жгутик он тянется если он тянется значит нам очень легко будет его пристыковывать к свободному краю например в ниточной технике да вот и также на ноготке он слегка скажем так становится податливее вот его очень хорошо распределять некоторые гели суфле на своей практике я пробовала много соответственно они не тянутся им очень тяжело работать и реставрировать свободный край поэтому вот эти гели они идеальные для этого если мы сравним с вами сравним сейчас секунду консистенцию они одинаковые смотрите здесь тоже прекрасно вытягивается жгутик вот единственное только что может быть чуть-чуть композитный помягче в плане распределения а вот этот будет более стоячим для чего мы еще их используем для того чтобы например дотянуть уголочек если нам не хватает гель желе например я еще использую для поднятия свободного края тоже эти гели оба хорошо поджимаются держит арку если нам необходимо поджать арку в процессе работы вот то есть все можно сделать и все будет хорошо носиться вот так и теперь еще немножечко расскажу про нашу свадебную коллекцию цветов гель лаков которые у нас есть конечно у меня ограниченное количество их три самые мои любимые самые востребованные вот и сейчас я вас вам покажу на ноготочки как они будут смотреться но не всеми мы попользуемся к сожалению вот так самый скажем так любимый мой он такого натурального оттенка с мелким мелким шиммером это 151 очень красивый очень натуральный клиенты его даже просто так очень очень любят вот и для девушек которые хотят свадебный маникюр и очень очень натуральный это как раз то что нужно с мелким деликатным шиммером 148 это полупрозрачный белый оттенок с мелким металлическим шиммером тоже очень красивый вот сейчас наверное им точно мы с вами поработаем прям хочу попробовать один дизайн и еще у меня есть 152 слегка персиковый оттенок они все с легким шиммером очень красиво переливаются но при этом не навязчиво тоже очень красивый ну и конечно рисовать с вами сегодня френч мы будем краской альпийский снег белая краска для френча я ее честно говоря ни с чем не мешаю вот ей чисто работаю и сегодня буду вам показывать так но смотрите вот два ноготочка один я уже восстановила свободный край другой у меня остался вот такой вот свободный край рваный угла не хватает то есть явно здесь нужно восстанавливать после снятия или же к вам пришел клиент у которого в принципе разная длина ногтевой пластины соответственно как раз работать мы будем с вами композитными и гелями желе вот давайте кстати оттенки сразу вам покажу на ноготочки как это будет смотреться белый эти он такой полупрозрачный если его прям легонько легонько красить то он дает легкий легкий оттенок мой самый-самый добрый день мой самый-самый любимый 151 я считаю это вообще идеальный цвет его у меня делают клиенты даже когда приходят вот я не знаю что я хочу если не знаем что хотим у нас как шутка такая даже есть значит делаем красный а у нас значит делаем 151 очень красивый цвет легкий такой золотой перелив шеймери у него сейчас сотрём и попробуем 152 с вами в коллекции есть еще тоже очень красивые цвета но вот эти такие более натуральные оттенки я люблю больше всего с легким персиковым отливом я не буду сильно прям прокрашивать вот его лучше конечно покрасить в два слоя он чуть чуть посложнее ложится в отличие от тех но тоже очень очень красивый так ну что же начнем с вами восстанавливать свободный край как обычно мы с вами обязательно будем наносить все жидкости это nail prep ultra bond и база сейчас про все расскажу да очень нежные оттенки я тоже очень люблю и клиенты мне тоже любят их поэтому вот эти три они прям самые самые топовые так смотрите nail prep коротко еще раз да напомним себе что это такое nail prep это дегидратор он осушает ногтевую пластину и вытягивает лишнюю влагу иногда у нас клиенты скажем так прям перед приходом к мастеру маникюра да они любят ручки уважнить кремом либо же лосьоном маслом все это очень сложно вытянуть из под кутикулы вот nail prep очень хорошо с этим справляется ну и плюс если у нас ногтевая пластина гипергидрозная тоже он нам необходим гелевой системе мы пользуемся всегда в гель лаковой не обязательно им пользоваться если это не гипергидроз вот но в гелевой обязательно дальше ультрабонд ультрабонд это наш двухсторонний скотч зачем он нам нужен это кстати бескислотная формула он не выжигает ногтевую пластину а проникает между чешуйками то есть щадящая сцепка но достаточно крепкая вот для чего нам нужен дело в том что у нас если сравнивать гель лаковые системы и гелевые они разные гель лаковые пористые мягкие эластичной системы у них присоединение будет очень хорошее само по себе а гели это жесткие материалы не пористые у них присоединение к ногтевой пластине будет не такое сильное соответственно нам нужно не только базу использовать до под гели эластичную чтобы была амортизация сцепка но и дополнительный двухсторонний скотч мы его называем да в некоторых фирмах он называется праймером у нас это ультрабонд вот и здесь кстати есть такая небольшая фишка с ним нужно очень аккуратно с ним обращаться не оставлять открыто на воздухе и не пользоваться под дизайн одним и тем же флаконом то есть если мы пользуемся на дизайн и например мы подкрепляем самфтирку можем до шармиконы вернее nail dress и стикеры которые размачиваются водой любые мы можем тоже подкрепить вот соответственно это две разные баночки должны быть для дизайнов это старенький ультрабонд а для ноготочков новенький почему потому что чем больше на него налипает и попадать всякие частички от дизайна пыль от ногтей тем он становится более скажем так липкий и маслянистый вот если вы заметили что на ногтевой пластине ультрабонд уже блестит как маслице лучше его не использовать потому что он может дать наоборот нам такой отталкивающий эффект и могут пойти от слойки если вы заметили что база под собирается от торцов или от боковых валиков или посередине кратерами расходится да значит меняем ультрабонд как можно быстрее вот в целом как он должен выглядеть давайте сейчас сразу в процессе я обработаю нейл преп он на воздухе высыхает очень быстро и дальше сразу можно пользоваться ультрабондом ультрабонд тоже сохнет на воздухе но в течение 30 секунд смотрите во первых я его сразу вот так выжимаю об флакон не давлю на кисть потому что к сожалению кисть немножечко расходится некоторые очень нехорошо к этому относится на самом деле просто не надо на нее давить вот и самым кончиком мы распределяем материал таким заборчиком один к одному и посмотрите на блеск его практически нет как я это говорю сатиновый то есть он не блестит но он присутствует вот и когда мы не давим на нашу кисточку она до расходится но уже к последнему движению и не сильно так когда мы с вами покрываем 10 пальчиков соответственно когда мы покрыли последний на второй руке уже можно приступать к первой ручке здесь уже все высохло так мы с вами немножечко подождали и можно наносить уже базу смотрите мы можем с вами базу использовать от гель-лака до базовое средство а можем использовать супербонд гель это гелевая база она предназначена специально для гелий вот это их родная база она подходит для всех ногтей и особенно для сухих если мы например возьмем базу но у меня это медиум я медиум использую как подложку на гипергидрозные ногти вот то на все остальные я использую супербонд гель если я на сухие ногти поставлю базу от гель-лака она может ногти пересушить поэтому на это тоже обращайте внимание супербонд гель может конечно не очень хорошо держаться если например у нас переженные гель-лаком некачественным покрытием ноготочки там допустим у нас много сейчас марок да я не буду в эту тему сильно углубляться мы все мы знаем что сейчас очень много аллергических реакций когда мастера используют некачественные материалы вот когда к нам попадает такой клиент лучше тоже использовать базу от гель-лака пока ногтевая пластина не срастет потому что может такое случиться что там где было очень много кислотного материала не очень качественных каких-то марок да вот гелевая база будет не очень хорошо держаться поэтому если к вам пришел новый клиент вы видите что там не очень хорошее покрытие это какая-то неизвестная нам база в толстый слой и ногтевая пластина уже поврежденная там прям там пересушенная белесая какая-то да прям видно что предаллергическое состояние лучше взять медиум в тонкий слой она будет хорошо держаться ну вот а потом по истечении двух-трех месяцев уже пробовать супер пункт гель если же это ваш клиент вот и вы работаете на качественных материалов и хотите с гель-лака перевести на гель можно пробовать сразу супер пункт гель вот так маленькая лирическое такое отступление так смотрите под гель база обязательно мы выбираем либо от типа ногтей и либо вот состояние ногтей да я же практически все время пользуюсь гелевой базой только единицы клиентов у меня на гель-лаке опять повторюсь это гипергидроз если вот тонкий слой как можно ближе к кутикулям некоторые говорят что втирающий слой нужно некоторые говорят что не нужен втирающий слой обычный я тоже сторонник обычного слоя почему потому что если мы втираем да он там дает сцепку но не дает амортизацию нас ногти у всех разные у кого-то более жесткие у кого-то более мягкие и есть мягкие ногти от природы они очень подвижны в зоне кутикулы да если мы нанесем втирающий слой то у нас получится знаете как жесткий материал гель последующие слои да он ляжет без эффекта амортизации то есть база в обычный слой не втирающий нам нужно еще и для амортизации обязательно чтобы была подвижность нашего жесткого материала на ногте так высушили теперь будем с вами восстанавливать так как я возьму светлый камуфляж я как раз вот сейчас и подмешаю два геля чтобы получить нейтральный оттенок есть мне такая небольшая палитра чко так возьмем немножечко желе это не обязательно вы можете пользоваться либо одним либо другим материалом но мне нравится их смешивать получать нейтральный оттенок и немного композита кстати композит он очень скажем так преобладает в смешивании поэтому это прям видно сейчас я немножечко еще розового добавлю вот так сейчас поближе вам покажу в какой у нас оттенок получился вот на белом такой нейтральный он не сильно желтит но при этом не темно-розовый нам нужно с вами восстановить свободный край и например клиент говорит я хочу еще немножечко длиннее ногти если там сильно длинно понятно мы будем наращивать если клиент говорит что я хочу там буквально миллиметр два то мы спокойно композитным гелем с вами дотянем эту длину без постановки форма можно сразу если получается если не получается можно в два этапа с промежуточной просушкой не имеет значения вот еще смотрите у нас есть техника когда мы присоединяем ей к свободному краю а есть когда мы еще и укрепляем если мы понимаем что у нас ногтевая пластина очень мягкая тогда мы можем укрепить свободный край сразу же промазав композитным гелем весь торец когда мы это делаем так как у нас гель не самовыравнивающийся желательно кисть держать параллельно поверхности и вот такими движениями не очень толстый слой мы промазываем с вами свободный край укрепляем не спешим важно чтобы у нас получилось как можно ровнее поверхность мы можем немножечко помочь себе кистью тонкой и также у нас очень хорошо будет присоединяться следующий слой на по торцу он не будет падать когда у нас на ноготочки есть липкость присоединяем доделываем уголочек и проходимся по торцу если у нас ноготочек достаточно жесткий и нам нужно только восстановить свободный край и изолировать его да то тогда мы не промазываем поверхность мы только восстанавливаем то что нам нужно переворачиваю обязательно вот здесь вниз уголочек тоже довожу если не хватает немножечко можно еще вот так квадратик мы восстановили я бы хотела его еще немножечко сделать по длине но если я сейчас на эту конструкцию еще буду длину доращивать то у меня и так уже здесь я дотянула это может упасть вниз или наоборот наверх нам это не нужно потому что если упадет вниз под ноготочек мы это выпилим и укрепление нашего как не бывало то же самое если у нас материал наверх задерется то есть мы его толщину лишнюю спилим сверху и опять как не бывало нашего укрепления я это сейчас под сушу буквально пять секундочек и продолжу уже в пристыковывающей техники именно по свободному краю прихватила этого достаточно он никуда уже не денется и теперь я вытягиваю такой вот жгутик и пристыковываю его к свободному краю добавляя длины ширину я уже не добавляю мне не нужно только длина вот таким образом мы с вами добавили пару миллиметров вот так можно уже сушить стараемся кстати вот чтобы у нас вот здесь вот навалов не было материала то есть очень очень аккуратненько делаем потому что тогда следующий слой очень легко будет распределяться сейчас я вот здесь уголочек еще маленький вниз не забываем про углы вниз иначе у нас с вами когда мы доделываем свободный край да у нас получится такие взлетные ногти вот то есть обязательно уголочки вниз мы тоже доделываем с вами то есть нижние наши параллельки все сушим кстати мне вот интересно сейчас у вас наверное тоже наверняка есть клиенты которые делают свадебный маникюр делают ли они дизайны что у меня девочки люди любят как можно проще сделать и не делают дизайны совсем вот как у вас поделитесь хотя у нас вот даже есть очень красивые декорации под свадебный маникюр вот такие вот цветочки объемные тоже очень красиво смотрится особенно если пальчик и сделать весь кружевом ну это вот для тех кто прям любит дизайн и так свободный край у нас готов теперь я возьму вот такой вот гель эш пинг он очень нежного светлого оттенка и очень хорошо подстраивается под ногтевую пластину вот им дальше я как раз буду работать делаю мокрый пол смотрите тоже очень важно отступать от границы базы и чтобы у нас гель не заступал нас ноготочек то есть прям с отступом делаем так во первых будет очень красивая граница будет отрастать очень очень натурально и тонко и плюс если у нас вот эта зона у клиента очень мягкая эластичная сама по себе то здесь практически гель сводится к нулю до в толщине и от слоек точно не будет мокрый пол сделали беру теперь небольшую капельку и распределяю по ноготочку тоже не дохожу до кутикулы сильно много нам здесь уже не нужно на свободном крае смотрите как он хорошо слился со свободным краем так я сейчас переверну немножечко чтобы он не сцентровался на такой длине сильно объемных апекса мы здесь не будем делать все очень аккуратненько будет стеночку вот эту вот я подтяну тонкой кисточкой все и просушим просушка если мы с вами делаем все ноготочки то промежуточная несколько секунд он схватывается можно дальше работать так не если же мы уже все с вами сделали того нужно обязательно просушить гель две минуты так чем я сейчас делала укрепление я делала натурал композит и софт пинг желе смешивала чуть 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 больше желе чуть меньше композит почему потому что композит немножечко цвет забирает на себя а мне хотелось чтобы он был очень очень нейтральный такой и не розовый и не желтый что-то между и после укрепления я использовала эшпинг очень такой деликатный цвет он хорошо смешивается с цветом ногтевой пластины вот многим идет поэтому сегодня им пользовалась так и сейчас мы с вами будем опиливать а пил у нас будет не очень большой потому что мы все сделали аккуратненько выложили все как можно точно сильно большие объемы мы уже не работаем вытираю липкость вот этот ноготочек я уже отреставрировала и опилила и сейчас с этим будем делать то же самое начинаем мы с вами с параллелей чтобы наш квадратик был четкий и красивый у меня техника опила на любой форме на любой длине она одинаковая я делаю ее по типу арочной арочного опила площадочку посерединочке потом бока вот этот бачок пилю ровными полосочками так ноготочек получается четкий ровный красивый и квадрат никуда не уходит параллельки подправляем так как мы с вами вот здесь вот выложили очень тонко и практически на готовность здесь я только зашлифую потом бафиком так как мы здесь сделали укрепление не просто по торцу прошли а еще и укрепили свободный край у нас небольшая толщина выйдет на торце и и мы можем убрать потом фрезой с внутренней стороны еще раз прохожусь в круг чтобы все ребрышки от моих полосочек скруглить очень небольшой опил если мы точно выложили материал то он много времени не займет дальше свободный край не забываем подпилить наши нижние параллели там где мы тоже достраивали с вами уголочек можно немножко скруглить не все клиенты любят у нас острые углы поэтому уголочек скругляем получается такой немножечко мягковатый но при этом середина всегда четко мы середину не скругляем так и сейчас немного забавим ноготочек шлифую ноготь я точно так же как и пилила полосочками если я буду делать это хаотично то я могу углы спилить и по свободному краю тоже немножко прошлись все дорабатывала в синусах чтобы не было нигде блеска все можно теперь обезжирить и посмотрим что у нас получилось на торце на торце немножечко вот есть толщина плюс у меня скруточка там небольшая была в одну сторону мы как раз это сейчас с вами просто фрезой подравняем так перевернем ноготочки почистим слегка с этой стороны чтобы не было ступеньки это тоже недолго очень быстро готово так на этом ноготочке я хочу сделать легкую белую луночку и небольшой белый френчик и сверху перекрыть каким-нибудь гель лаком из нашей коллекции свадебной я думаю что это будет скорее всего вот этот белый получится такой легкий эффект вуале но при этом такой натуральный маникюр так что будем делать беру также свою палитра чку возьму гель-краску альпийский снег она очень пигментированная очень белая для френча очень хорошо но например для луночки нам не пойдет нам ее нужно слегка разбавить разбавлять буду топом teclas у меня под рукой можно взять любой топ без липкого слоя который жидкий нам нужно буквально капелька нам важно чтобы он не дал объема смешиваем подмешали альпийский снег финишное покрытие так чтобы у нас получилось в тонком нанесении легкий такой белый оттенок полупрозрачным все у меня устраивает сейчас луночки у нас опять возвращается в моду поэтому делают и просто с луночками натуральный и с французским маникюром прорисовываем и заполняем тоненько без объема использую линеарную кисточку черная синтетика мне она очень нравится на очень податливая мягенькая так ну думаю что все получилось луночку можно делать поменьше побольше такому как нравится не сделала вот такой и подсушим теперь немножко и дальше я буду рисовать френч белый френч я обычно рисую сейчас покажу вам кисть который я рисую но в основном я совмещаю конечно все таки вот такая вот скошенный квадрат номер 4 набираю на нее немного гель-краски на квадрате на опиленном конечно само удовольствие рисовать френч потому что он получается очень красивый и ровный и прорисовываю линию френч я не буду высокие делать френч потому что все таки здесь у нас это не основной элемент это скажем так под элемент на втором пальчике уже прорисуем почетче так можно поглубже там сделать и теперь беру линярку то же самое или не арочкой дорисовываю границу можно и квадратом в два слоя сделать я люблю френч рисовать в один слой и поэтому совмещаю две кисточки прорисовываю скошенным квадратом а заполняю линяркой сильно много материала не берем чтобы у нас не получился объем так нет все-таки у меня глубокий получился рука как набита так и получается хотя хотела прям вот ну такой более плоский нарисовать не получилось привычка все просушиваем и теперь нам нужен сто сорок восьмой прям легкий легкий оттенок полупрозрачный тонкий тонкий слой мы его сейчас нанесем будет такой очень нежный свадебный с легким легким мерцанием что-то у меня тут одна блестка очень сильно крупная попала сейчас я ее уберу можно даже немножечко побольше свой сделать вот так вот такой нежный нежный маникюрчик у нас с вами получился на одном пальчике сушу я думаю что здесь никакие дизайны на этот пальчик точно уже не нужны так что оставим его как есть просто перекроем топом также кстати если клиент не любит шиммерные оттенки но хочет тоже вот такой вот эффект дымки то можно использовать просто топ молочного оттенка сейчас вам покажу но это на любителя вот кто как любит так я нанесу топ прайм сейчас это мой любимый топ такой универсальный и дизайна хорошо перекрывает и выравнивается девочки если весь нет попробуйте просто перезайти потому что у меня вай-фай он достаточно стабильный здесь и сушим на втором пальчике мы можем просто покрасить каким-то цветом из этих и сделать дизайн можем просто френч сделать еще можем покрасить цвет легкий оттенок и сверху уже нарисовать френчи тогда у нас ложе получится с легким мерцанием и такой достаточно плотный гипель на бель белый френч это вот на любителя кто как любит так с этим ноготочком на все теперь мы с вами закончим с вот этим так ну давайте мы возьмем наверное 151 это для любительниц чтобы прям вообще не бросалась в глаза чтобы очень-очень натурально было очень красивый нежный очень легко уложиться в один тонкий слой с легким легким золотистым шиммером просушим так еще у нас есть новые дизайны новые шарми кончики вот такие здесь мне очень нравится смотрите золотые птички очень красивые есть еще знак бесконечности тоже очень красивый а здесь потрясающие очень тонкие надписи посмотрите какая нежность если мы с вами будем какой-то дизайн делать то нам нужно будет обязательно перекрыть каким-либо топом если мы делаем с вами дизайн например с наилк ростом тогда нам нужно будет перекрыть слайдер топом чтобы создать липкость дополнительно на которую у нас как раз вот этот дизайн будет крепится если нам нужно прикрепить шарми кон до какую-нибудь надпись то наоборот нужна поверхность без липкости так ну я думаю что мы сейчас с вами смиксуем вот здесь до эффект кружева небольшой сделаем и какую-нибудь легкую легкую тоненькую надпись сделаем так сейчас посмотрим какой фрагмент взять здесь фрагменты очень такие мелкие их можно делать россыпью на весь ноготочек можно какой-то отдельный небольшой фрагмент сделать я возьму сейчас выберу самый-самый дальний какой-нибудь да так и есть вот этот вырезаем его и у меня салфеточки влажные либо же с водичкой нам нужно немножечко размочить наш дизайн пока он будет размачиваться мы приклеим с вами надпись потому что она будет у нас наоборот внизу возьмем вот этим это у нас 249 изящества так чтобы не было много наслоений я не буду сейчас перекрывать текласом тонкая надпись будет отлично держаться даже если я просто обезжирю поверхность ноготка возьмем вот эту примерно прикидываю где у меня будет цветочек сейчас вот сюда я думаю что прям посерединочке можно пинцета приклеилась теперь хорошо прижимаем наклеечка нашу уже размочилась берем слайдер топ я не буду весь ноготь перекрывать я перекрою только половинку где у меня будет дизайн на одну нашу надпись тоненько без лишнего объема так 30 секундочек достаточно сейчас секундочку мои элементики белые не очень хорошо снимаются салфеточка моя уже высохла видимо так завозилась я сейчас секунду все сняла и укладываю на липкость вот такая нежная кружевка у нас получается я могу его немножко по липкости подвигать как мне нужно хорошо прижимаю отправляю отправляю в лампу обратно буквально на несколько секунд и здесь нам нужен будет тоже с вами ультрабонд я возьму уже другой ультрабонд старенький он у меня для дизайна и мне нужно очень хорошо пропитать пропитать мою наклеечку и создать дополнительную сцепку потому что это объемный элемент и он будет у нас полуобъемный и после покрытия финишем так смотрите мне нужно закрепить чтобы закрепить и и и с нее прям убираем лишнее чтобы остался объем промежутках тоже вот так то есть я прошлась только по половине ноготочка и все лишнее убрала тонкий тонкий слой чтобы он просто закрепился отправляю сушиться лучше конечно такие дизайны смотрятся в матовом но у нас там с вами еще очень красивый цвет сам до 151 с мелким шиммером поэтому мы можем с вами скомбинировать два топа вельвет и тот же прайм сейчас половиночку ноготочка я делаю матовую там где рисунок беру кисточку чистую из нашего дизайна собираю топ так чтобы лепесточки были объемные так они останутся фактурными и будет очень интересно смотреться но при этом они очень хорошо держатся потому что во первых мы закрепили изначально тегласом очень очень тонко не создав лишнего объема и теперь они как бы утоплены в матовом топе сушим а другую половинку ноготочка я покрашу глянцевым топом у меня это топ прайм чуть-чуть прихватилась этого достаточно потом остальное мы уже с вами до сушим полностью вторая половина ноготочка в том числе и надпись я делаю глянца но так как у нас здесь не четкая линия цветов да а прерывисто будет очень странно если я оставлю четкую линию глянца поэтому что я сделаю я тонкой кисточкой границу прорисую так как у нас лежит цветочек то правим хорошо у нас выравнивается лишнего объема мы не делаем все и сушим вот половинка у нас с вами осталось матовая а половинка глянцевая это такой знаете на любителя дизайн те кто любит что-то объемное что-то блестящее вот такие два ноготочка у нас получились здесь элемент кружева и легкий золотой элемент в качестве нашей надписи и здесь у нас получился вот такой вот френч натуральный с луночкой в легкой дымке также сейчас считается и просто а-ля натурель без дизайнов свадебным маникюром пожалуйста почему нет и в бежевом оттенке вот такой вариант тоже будет очень красиво смотреться вот и просто цвета из нашей свадебной коллекции тоже будут хорошо красиво смотреться так сегодня мы с вами работали свадебной коллекцией и композитным гелем натурал композит гель в сочетании с гелем желе мы делали с вами укрепление на этом все спасибо за внимание надеюсь было полезно если есть вопросы то пожалуйста пишите их в комментариях обязательно отвечу все всем до свидания спасибо Продолжение следует...